Здравствуйте, друзья, добрый вечер. Светлана зачитает вопрос. Молодцы, смотри. Да. 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 Ну да. проще ну да я я пока не вижу почему им нужно две машины но в принципе две лучше чем 1 развозить детей можно не только в школу и из школы можно с детьми сидеть после школы и их побеседить можно детей развозить после школы по разным секциям и секции там и так далее это очень спал такая вполне нормальная такая работа вообще любые размозки это очень востребованная работа она оплачивается не очень нет это фория там много не заплатят это востребован значит теперь конечно им надо английский подучать без английского у них ничего не будет я скажу пару слов давай про бизнес расскажи поскольку у вас бизнес такой строительством связано то я могу свои копейки ставить в этот вот бизнес по поводу а стекленение и так далее дело в том что в америке маленькие бизнесы не не производят сами стекло здесь есть большие бизнесы которые создают всю арматуру для этого а маленькие бизнесы закупают стекло просто вырезают его по нужному размеру и делаются таким образом установку и получают деньги за то что они делают эту установку в целом этот бизнес имеет право на жизнь он тоже востребован тогда вопрос только в том как и таким образом вы себе найдете клиент потому что в этом бизнесе нет ничего кроме установки и клиентов установку наверное вы освоите поскольку вы это и так делали а вот что касается клиентов вот это вопрос такой не очень понятно откуда они возьмутся в стране с другим языком да значит я вот скажу вам так что допустим вот я работаю с контрактором и у него уже есть какие-то места где он заказывает все время эти стеклянные двери и он уже приценился они ему дают хороший дискаунт за счет того что он берет все время это объемы да у него хорошая цена то есть я не вижу почему он должен например переключиться и пойти к вам если только вы уж не предложите ну что всем таки демпинговая цена но они могут для начала почему еще раз вопрос вот задумай у вас все так просчитано буквально там до денег но задумайтесь о том как в другой стране вы найдете себе клиентскую базу скорее всего если вы будете долго и упор найти в одном направлении потому что у нас очень много ориентируется у нас есть такой сайт называется елка.com и маленькие бизнесы они предлагают даже иногда для того чтобы вступить куда-то в ряд очень бросовые цены для того чтобы люди написали хороший ревью делать хорошую работу и когда на елке я например ищу контрактора какого-то или по ремонту что-то такое я иду на елку смотрю где хорошие ревью федик ты сейчас говоришь об индивидуальных заказчиках там у них все если это остекление зданий то это корпоративный заказчик и на самом деле пробиться к индивидуальному клиенту типа меня который хочет поменять себе в ванной комнате стеклянные двери гораздо проще чем пробиться к корпоративному клиенту и поменять все здания или поставить новые стекла в этом здании и на самом деле вот это пожалуй мечта скорее всего скорее всего не очень досягаема потому что таким клиентам не сразу не сразу светик я еще может быть вот конкретику значит там есть одно пропущенное звено в этом плане значит это первый давай так начнем этап 1 они приехали и находится там 7 месяцев без разрешения на работе подрабатывают на нелегалке но самое интересное что 7 месяцев при 50 тысячах которые у них есть собой и так далее они переживут абсолютно легко плюс у них еще 6600 долларов у них там капает с квартиры то есть они идеально это время проводят даже не заработав ни копейки но на самом деле они вполне заработают себе на жизнь они свои 50 тысяч не потратит кроме как вот на машину и на адвоката для там значит политического биржа значит дальше следующий этап состоит в том что когда у них уже появится разрешение на работу они не должны себе цех снимать помещение там деньги и оборудование и так далее они должны поработать по найму если ее муж хочет заниматься этим бизнесом он должен пойти куда-то где занимаются этим бизнесом и поработать там и понять этот бизнес изнутри и посмотреть как она вообще идет и так далее он может быть уже войдет в какой-то существующий бизнес партнером может быть там человек хочет выйти через пять лет на ретармен а ему нужен кто-то кто подхватит и поведет и будет ему там отстегивать и так далее много разного там еще может произойти но существенным является то чтобы не скакать из нелегалки сразу во владельцы бизнеса а поработать немножко понять страну понять систему язык опять же ну язык само собой да если он хочет оставаться именно в этом бизнесе я не помню сколько им летом 34 36 34 36 они могут еще десять раз профессию поменять но но если им почему-то быть я понимаю что люди цепляются она учитель английского люди цепляются за ту профессию которая у них есть они цепляются за что-то вот я помню в наше время например очень многие люди ну поскольку ничего нет вот они приезжают вот я же владею русским языком я могу преподавать русский язык говорят люди которые никогда не преподавали русский язык и у которых нет даже образования педагогического но не я же могу преподавать русский язык нет конечно нет но понимаете человек хватается за что-то у вас есть бизнес вы за него хватаетесь может быть может быть вашего мужу гораздо проще будет роге бизнес по перевозкам чем бизнес по остекленению extrêmement интересного Потому что перевозки, это громадный бизнес, он может поработать тракером, там, год-другой. Он может приобрести трак, он может приобрести второй трак и третий трак, и взять кого-то на работу. И это большой, мощный бизнес, в котором очень много наших соотечественников работает. И просто водителями наемными, и водителями индивидуалами, у которых свой трак, и водителями, там, индивидуалами, у которых есть 3-4 трака, и они кого-то поднанимают, и так далее. Может быть, этот бизнес у вас гораздо лучше пойдет. Понимаете, будьте более открыты, не завязывайте себя вот в это вот, без того, чтобы не побыть на местности, не оглядеться, не сравнить, не сопоставить. Перед вами откроется целый мир, о котором вы понятия вообще сейчас не имеете. Не цепляйтесь, не хватайтесь за то, что вы знаете. С открытыми глазами посмотрите на этот мир. И уж последнее, что вы хотите делать, это сразу вот там, получив разрешение на работу, начать делать свой бизнес. Это почти гарантия того, что вы просадите все свои деньги и закончите ничем. Это почти гарантия. Вот я бы так сказал. Если у вас действительно уже такая страсть именно к остеклению, значит... Остеклению. Нет, это когда ты остекленел. А когда ты кому-то, ты, наверное, остекляешь. Не знаю. Я тоже, мне так кажется. В основном остеклении не есть. Светиков. Значит, вот со стеклом, короче. Вот. Если у вас такая страсть к этому делу, значит, поработайте на кого-то. Это очень и очень мудро. Потому что технологии другие. Даже если бы вы родились в этой стране и выросли, и хотели бы пойти в этот бизнес, было бы неплохо понять, как он делается тут. Очень много, например, президент шоу строительства, все вот эти рамы, они все закупаются. Есть несколько производителей. И можно быть таким брокером, который просто населению подбирает нужные рамы. Ну, у них есть свои шоу-рус, да. Да, можно иметь франчайз какой-то вот такой типа, да, от большой компании, которая это делает. Конечно, можно так тоже. Это сейлз. Это не, это не... И установка? Не надо об этом. В общем, я думаю, что мы и так им планы начертили. Они молодцы. Они молодцы, что они живучие. Понимаешь, они один бизнес, у них другой бизнес. Они планируют. Вот ты видишь, как они планируют. Они так, знаешь, основательные. Они основательные. У них должно хорошо все получаться. Вот нельзя только себя загонять там в какие-то рамки узкие, да. Вот в условиях, когда рамки на самом деле совсем не узкие. Вот не загоняем так тихонечко. Я думаю, что наша с тобой функция вот в этом разговоре состоит в том, чтобы им сказать, чтобы они не спешили с бизнесом. Если вы хотите делать бизнес, вы от этого не уйдете. От себя нельзя уйти. Вы к этому придете. Не обязательно прийти сразу. Так что я, например, не хотел делать никакой бизнес. И меня вынесло через... Вот 4 года мы здесь прожили, и меня вынесло туда, как я не знаю что. При том, что я совершенно не хотел. Так что давай мы пожелаем им успехов, и чтобы все у них было хорошо. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...